Теперь о громком скандале вокруг московского приюта для бездомных животных, где с питомцами обращались с особой жестокостью. О десятках трупов собак и кошек на территории питомника сообщили волонтеры. В деле сейчас разбирается полиция и прокуратура. Нашему корреспонденту Марине Светлой, единственной из представителей телеканалов, удалось попасть внутрь центра и увидеть все собственными глазами. Вы прекратите безобразие! Вы прекратите! Ты кого защищаешь? Всю ночь и весь день волонтеры, зоозащитники и жители окрестных улиц пытались пробиться в приют для бездомных животных «Эковишники». Они требовали отдать им находящихся там собак и кошек, тех, кто остался в живых. Почему собак? Это собак, это волонтеры, чтобы вы ездите собаку и прокуратуру. Все началось, когда на одном из интернет-форумов появилось сообщение, в приюте убили более сотни кошек и собак. К воротам зооцентра тут же потянулись люди. Нескольким из них удалось проникнуть внутрь и сделать фотографии как мертвых животных, так и пока еще живых. Но очень истощенных. Вот одна голова, вы видите, да? Вот. Кошки все там в таком состоянии, у всех заплывшие гноем глаза. У кошек нет ни воды, ни еды. Полиция приехала, когда зоозащитники пытались выломать забор, чтобы забрать животных силой. На месте полицейские обнаружили останки более 40 животных. Громадная собака сначала подумала, что это игрушка. Просто громадная плюшевая собака. Под этой собакой просто почти живой труп. То есть она была еще в крови. Я случайно, конечно, вот стала понимать большую собаку, увидела эту. Увидели там кошек в мешках и без мешков собаки, маленькие щенки. Трупы продолжали находить и за территорией центра. В самом приюте от комментариев отказались, лишь утверждали за кадром мертвых животных, им подбросили. По предварительным данным, у приюта есть собственная ветеринарная клиника, которая имеет сертификат, позволяющий усыплять животных. Но, по словам зоозащитников, то, что они увидели своими глазами, совсем не похоже на гуманное усыпление. Были обнаружены трупы с вырванными лапами. Кошки были со свернутыми шеями. Значит, они все были друг на друге. Животные были в неестественных позах. То есть, это вообще, когда собака умирает или кошка спокойно, они, соответственно, с закрытыми глазами спокойно позе. Животные были все искривлены. То есть, над ними издевались. Они все были в крови. Спустя несколько часов в центр все же пустили журналистов и нескольких волонтеров, чтобы мы могли своими глазами убедиться в том, как выглядит зооцентр. Что мы видим? Клетки достаточно чистые, собаки ухожены. Некоторые из них даже в ошейниках. Но все это может быть результат того, что прошло несколько часов, и сотрудники центра могли просто навести здесь порядок. Сам приют частный, но деньги на него выделяются из государственного бюджета. Сюда привозят отловленных собак из Новой Москвы, где пока нет своих приютов. На каждое животное выделяется около 30 тысяч рублей на полугодовое содержание. За два года управляющая компания, которая кроме этого зооцентра руководит еще несколькими муниципальными питомниками, получила от государства более 300 миллионов рублей. В рамках организованного мероприятия будет дана оценка исполнению законодательства о ветеринарии, санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет проверена законность расходования бюджетных средств, которые поступали из бюджета города на содержание животных. Погибшее животное есть на территории? А сколько примерно? Несколько десятков. По факту проверки могут возбудить сразу несколько уголовных дел, хищение государственных средств и жестокое обращение с животными. А первых питомцев приемник уже начинают передавать волонтерам. Марина Светлая, Алексей Белов, Андрей Федоров, Татьяна Бакулина, Павел Моисеев, Первый канал.